Что такое Новый год? Что такое зима? Что такое снег? Это насыщенная, мясная, плотная, вкусная, тушеная пища. У зимней пищи есть прям даже свой характер. Вот характер сегодняшней зимней пищи. Красный лук, красная капуста, свежая, квашеная капуста, копченое сало, сосиски, бекон, вино. Ну, соль, перец, я это не имею в виду. Сразу же начну с капусты. Включаю кастрюльку и маленькую красную луковицу я тонкими нарезаю сразу же. Тонкими, кольцами, кольцами. Копченое сало, такими тонкими шматками. Потом маленькими кубиками, вот так вот раз. И на дно кастрюльки. Сальце вытапливается, лучок к нему сейчас через минутку пойдет. В этой большой кастрюле я буду обжаривать капусту. Вернее, тушить. Бигус – это блюдо, которое состоит, по сути, из квашеной и свежей капусты. Плюс много копченостей. Кто-то добавляет винишко, кто-то добавляет рассол от капусты. Ну и какая-то кислая составляющая. В России все, что связано, похожее на бигус. Бигус – это же европейская история, польская. Кто говорит, поляки, дернули у эстонцев. Там эти говорят, там не эстонцы. У поляков здесь это все. Короче, Прибалтика, Польша. Вот это оттуда. У нас в России многие называют это солянкой. Такой капустной зимней солянкой. Копчености плюс капуста – все это растушенное. Но это совсем немножечко не так. Значит, как только у нас шкварочки тут образовались, лучок к ним – раз. Все, нам нужно вытащить максимум вкуса из всего текущего. Красный лук, красная капуста. Ну, все готовят из обычной белокочанной и белокочанной квашеной. Я подумал, а почему бы не увести прекрасное блюдо в красный цвет? Во-первых, ваш бигус будет отличаться. Кардинально отличаться от всех остальных вариантов. С другой стороны, сейчас сезон красной капусты. Она везде в магазинах появилась. Проблем с ней вообще никаких нет. О, красивая какая капусточка. Сальса выжарилась немножко. Лучок обжарился. Прям, ну, вкусно пахнет. Сюда квашеную капусту скидываем. Начинаем тушить. Быстро режем краснокочанную капусту. Вот, пока у нас там есть возможность, сразу же добавляем красную. Красную сразу же. Сейчас дорежем остальную. Сразу цвет пошел. Капусточка окрашивается. Сейчас дорезаю остатки и потом на медленный огонь тушится. Капуста там. Там еще не хватает у нас соли немножко. Прям щепотку, потому что квашеные капусты по объему столько же, сколько и краснокочанной. Поэтому баланс соли там будет такой. Учитывая, что еще сюда идет вино. Значит, на этот объем у нас 300 миллилитров. 300 миллилитров вина. Кружечка. Что, будет гореть вино-то? Не хочет. Ладно. Значит, вино на полном газу. Тапка в пол, волосы назад. Вино выпариваем. Нам оно не нужно внутри. Нам нужно от него концентрированный вкус. Он подчеркнет краснокочанную капусту, красный лук, красный цвет. Все подчеркнет. Кислоту увеличит. Помимо всего прочего, сейчас вино выпарится. И наливаем сюда воды. Значит, помимо того, что в моих руках вот такой шикарный кувшин, я сразу же предупрежду, предупрежду, предупреждаю вас о том, что если вы захотите поучаствовать в розыгрыше и получить один из пяти вот таких сумасшедших кувшинов от меня и компании Аквафор. То нужно сделать несколько простых вещей. Во-первых, так как это преддверие нового года, давайте улыбнемся. Забудем о грусти и о невзгодах. И пожелаем друг другу что-то в новом году. Что-то приятное. Кто не пожелал, того в розыгрыше мы не участвуем. Кто пожелал, кнопочка. Выскакиваем, выбираем. Обязательно. Если выскакивают одни женщины, перекручиваем. Если выскакивают одни мужчины, перекручиваем. Мы хотим, чтобы и женщинам, и мужчинам достались вот такие вот кувшины, которые фильтруют воду. От фильтрованной воды вы кайфуете. Быстро привыкаете к хорошему. Знаете, быстро как привыкаешь. Вот, капусту нужно хорошенько растушить. Я возвращаюсь к тому, что вода у меня отфильтровалась. Я сюда, вино уже у меня выпарилось. Да, на дне там капля вообще даже вот чуть-чуть. Поэтому я сюда наливаю воды. Так, чтобы она не покрывала всю капусту, а только-только, скажем, виднелась. Ну, а теперь на медленный огонь. Крышечку накрываем. Огонек включаем. Бигус переставляем. Ну, он еще не бигус, конечно, просто капустянский. Сюда ставим сотейник. И оставшийся лучок. Также полукольцами. Раз у нас там полукольцами все, то, соответственно, и остатки лука должны быть полукольцами. Чтобы полукольца, ну, как бы соответствовали форме капусты. Да, и вы заметили, что я капусту не порубил кусок кубиком. У меня была крамольная мысль. Исключительно, чтобы вы написали, мол, типа, Василий, ты же пропагандируешь, что капусту нужно шашечкой резать. Ну, то есть мелким кубиком, чтобы она с ложки не свисала. Вот и посмотрим, кто внимательный из вас. Нет. В начале сальцо и бекон. Вот смотрите, бекон у меня здесь 200 граммов. Прям нарезаю его тоненькой соломкой. Отправляю в сотейник. Поменьше немножко температурку. Что-то сотейник такой разгоряченный. Значит, сало копченое не забываем. Помельче его, и нам нужен жирок. Потому что это, конечно, такая свиная история. Свинину на Рождество будете готовить? На Новый год? Будем. Вот. Вы сами в вопросе написали. Да, свинина на одном из втройки лидеров. Это я все дорежу. Сейчас самое главное что? Дорезать сало, закинуть к бекону, чтобы оно дало жир. Туда лук. Все обжариваем и отправляем в капусту. Помешиваем, не даем тут. О, пристал бекончик немножко. Конечно, на горячую упал. Эх. Теперь лучок. Лука не жалеем. Лук даст сладость. Можно было, конечно, сахар бахнуть. Лучше побольше лука. Лук сейчас даст сок. Все, что к дну прилипло, все отлипнет. Бекончик нужно дорезать обязательно. Слушай, сало салом, а мясо мясо нужно быть. Все, колбаски охотничьи, неохотничьи, какие есть под рукой. Следим только, чтобы у нас там ничего не подгорало. Помешиваем, обжариваем. Ну, минут пять, наверное, больше не надо. Нам не нужно это все превратить, не знаю, в базу для яичницы. Просто чуть обжарится, да и все. Смотрите, что получилось. Вот такая вот кашка-малашка. Лук стал мягкий, колбаски выгнулись. Масла я никакого не добавлял дополнительного. Тут его и так достаточно, тем более, что я не планирую, чтобы там все это плавало в масле. Теперь все отправляю в кастрюлю к капусте. Раз уж тема зашла, расскажу вам о том, что я реально не люблю. Вот я там практически совсем в жизни мирюсь. Там забиваю на многие вещи. Но меня жутко раздражает, когда... Да, я даже мирюсь с черными сковородками, потому что они все равно... Вот смотрите, на этой сковородке я жарю, а они обе были чистые. И вот я ее тру, а она все равно темнеет. Металл темнеет сам по себе. И поэтому я в скором времени забью и вот эту вообще чистить не буду. Так вот, я не могу смириться, меня всегда жутко раздражает, когда на крышке образовался конденсат. И люди потом вот так вот берут, кладут вот сюда конденсат на стол. Здесь мокрая лужа. Вообще ужас. Я вас призываю, господа, чтобы не раздражать того, на кого вы подписаны. Стряхивайте воду, потому что она все равно там нужна для тушения. И добавляйте вкусные колбаски, бекон и всякие штучки-дрючки. Две последние вещи. Во-первых, обязательно лаврушку туда, пару листочков. Или если у вас есть вот такие вот классные, как у меня, с геленджика. Ну вот, можете один разломать. Так, и тмин. Это Прибалтика, Польша, европейская часть. Без тмина считаю, что вы проиграли. Тмин открываем. Насыпаем. Я много не люблю, поэтому сыплю чай, да, пол чайной ложки вот здесь где-то у меня. Но зато нужно подавить, растереть. О! Без тмина бигас не бигас. А это божественный аромат. Ну, это кто любит? Кто-то скажет, фу-фу, тмин. Перчик, перчик. Накачали себе подмышечные мышцы. Быстро перемешали. Нужно взять достаточно соли. Теперь все это заминаем. Кто-то добавляет кориандр, кто-то добавляет сюда еще кучу разных специй. Кто-то корицу добавляет. Друзья, давайте сделаем это все так, чтобы было, во-первых, съедобно всем за столом. Так, кто-то, потому что корица сладкая, кто-то еще анис добавляет. Тмина и так достаточно. Задача. Значит, ставим тушиться до тех пор, пока не станет мягкой капуста, прям мягкой. Ну и, соответственно, та жидкость, которая там есть, она должна в большей степени выпариться. Он должен быть такой, густоватый. Все. Варим, парим, жарим. По времени не могу сказать точно, потому что огонь разный, плита разная, кастрюли разные. Воды минимум и капуста мягкая. Все. Для фиолетового бигуса я даже взял фиолетовую тарелку. Цвет настроения фиолетовый. Ну, сиреневый там, ну и все, что с этим связано. Цветокоррекция будет одна, в кадре вы увидите другое, скажете, что я дальтоник и так далее. Вообще капусту называют краснокочанной, значит, этот цвет краснокочанной капусты. Что я делаю всегда перед тем, как накладывать бигус? Я всегда туда добавляю, уже вот, все готово, да? Растушилось. Я добавляю масло. Кусочек сливочного масла, чтобы он, в смысле, кусочек масла объединил. Сделал бигус более сливочным. Вот так вот просто мы разматываем его. Оп-оп-оп. Все, водички, видите, там на дне немножко осталось. Белые вкрапления, это сальцо копченое. Дальше колбаска вся, конечно, ужалась. Протушилась вместе с колбаской почти час. Зато капуста мягкая. И аромат бомбический. Бомбический аромат. Кстати, если вы очень-очень мелко нарежете все составляющие, то бигус можно использовать как гарнир. Вот, кстати, вот у меня он как раз такой получился. Я что-то не ожидал, что колбасеньки такие ужмутся прям совсем. Ну, зато цвет шикарный получился. Ни у кого нет такого бигуса сиренево-фиолетового, как у меня. Ха-ха-ха-ха-ха! Некоторые думают, что бигус это просто тушеная капуста с куском какой-то ноги. Возможно, во времена рыцарей так и было. Но мы же живем сейчас во времена прекрасных творческих решений. Я к тому, что стараюсь сделать все аккуратнее. Капуста растушилась. Нежная. Кайф! Вот зимой, когда на улице холодно, прям ешь тушеные овощи с ароматом копчения, жирком с маслицем. Это ж счастье. Ну и, конечно, под шампанское не очень подходящее блюдо. А под крепыша вообще огонь. И я хочу вам сказать, что на праздничном столе может быть масса всяких фельдеперсовых штучек. Я их уже вам показал. Что-то покажу еще чуть дальше. Вот это всеми любимое народное блюдо. Назовите его как угодно. тушеная краснокочанная капуста с капчушкой. Или еще как-нибудь. Суть остается сутью. У меня аж слюна брыжет. Это реально вкусно. Приятного аппетита, дорогие друзья. Приготовьте. С удовольствием. Получите кайф. А я с вами. Я никуда не собирался уходить. Просто до следующего ролика. Увидимся.